Из донесения австрийского наместника в Брюсселе маркизу Деприе императору Карлу VI Габсбургу от 18 апреля 1717 года. Сегодня утром Петр отбыл в Гент, откуда проследует в Брюге, а затем в Нью-Порте-Дюнкерк, ибо ему любопытно посмотреть работы на Мордикском канале. Интерес Петра к Мордикскому каналу в стратегическом порту Дюнкерка понятен. Утрехтский мирный договор 1713 года обязал Францию разрушить порт и его укрепление. Это корсарское гнездо, десятилетиями угрожавшее английским торговым судам. Людовик XIV выполнил требования, однако уже через год дал интенданту региона Клоду Леблану разрешение на строительство нового канала со шлюзами. Официально они предназначались для защиты Дюнкерка и окрестностей от наводнений и штормов. Однако в реальности канал, позволявший проходить морским судам, практически восстанавливал экономическое значение разрушенного порта. Огромное сооружение было последним словом инженерной техники и имело, как сказали бы теперь, двойное назначение. Понимали это англичане, понимал и Петр. Однако добраться от Грюсселя до Дюнкерка и в XVIII веке и сегодня напрямую нельзя. Нужно проехать всю восточную и западную Фландрии, а затем половину побережья. На эти 160 километров Петр потратил четверо суток. Как писал его биограф Иван Голиков, в девятом часу поутру из Брюсселя поехали сухим путем в колясках и ехали на Голст, на город Ган, где стреляли из многих пушек. И город взяло велик, еще больше, как Брюссель. По кратком осмотрении достопримечательностей ганских, того же дня Паки поехал водой и въехал при таковой же пальбе в город Брюш. От Гента до Брюги русский государь добрался по воде, на Гентской барже, роскошном корабле, курсировавшем между этими городами почти 300 лет. Баржи эти шли по каналу на конной тяге или под парусом, были богато украшены и очень комфортны. Они предназначались для путешествий состоятельных людей, не желавших трястись по пыльной дороге в карете и знатных гостей страны, включая монархов. Через четверть века после Петра, например, также путешествовал Людовик XV. Затем императрица Мария Луиза, супруга Наполеона. Еще позже голландский король Вильям I, при котором Бельгия отделилась от Нидерландов. Первая баржа, созданная еще испанцами, отправилась из Гента в Брюги в 1624 году, а последняя, уже в эпоху железных дорог, в 1911. Однако и сегодня в Генте можно увидеть точную реплику легендарного корабля. Отплыв от Гента, Петр заночевал в городке Альдер. На следующий день, 20 апреля, не сходя на берег, он принял на борту своей баржи приветствие отцов города Брюги и тем же каналом добрался до Астенды. Царь не стал останавливаться в самых известных сегодня городах – Генте и Брюге, несмотря на приготовленные для него местными властями пышные встречи. В XVIII веке эти города были не туристическими, а торговыми центрами, а торговля в этом путешествии Петра интересовала мало. Зато в Астенде царь нашел, вероятно, ответы на многие интересовавшие его вопросы. Фламандское побережье Северного моря от Астенде до Дюнкерка было театром военных действий многих войн, сотрясавших Европу в XVI и XVII веках. Последняя из них – война за испанское наследство – закончилась всего за четыре года до приезда Петра. Морская оборона городов и портов – вот что было важно для русского государя, строившего свою столицу на пустынном побережье Балтийского моря в самый разгар Северной войны. В Санкт-Петербург надо было защищать как от вражеских атак, так и от моря с его штормами и наводнениями. И для этого опыт Астенде и Дюнкерка был бесценен. Астенде на протяжении всего одного столетия дважды пережил тяжелые осады. И в обоих случаях его защитники, чтобы затруднить врагу продвижение по суше, успешно использовали естественный рельеф, окружавший город Дюны, болота и реки, а также силу высоких в этих краях морских приливов. Во время осады Астенде испанцами в 1601-1604 годах, а это была одна из самых долгих осад в истории, город сопротивлялся три года, для боя в таких условиях были даже изобретены специальные военные машины. Защитники Астенде срыли Дюны, благодаря чему море образовало новую гавань, через которую поступала помощь от голландского флота. А в 1706 году, в ходе войны за испанское наследство, французский генерал Гию, граф Дулямот, велел открыть шлюзы перед атаковавшей город английской армией герцога Мальбора и затопить отступы к Астенде. Этот смелый шаг, к сожалению, не принес защитникам победы, но остался в военной истории Европы. Так что фортеции и укрепления города многое могли рассказать такому заинтересованному визитеру, как Петр. К сожалению, бельгийских источников о визите русского царя в Астенде нет. Архив города, вместе с почти всеми историческими зданиями, был уничтожен бомбардировками Второй мировой войны. Но благодаря путевому журналу посольства Петра мы знаем, что перед своим отъездом 20 апреля, как и в Антверхоне, изволил его царское величество освободить двух солдат, которые приговорены были к смерти. Мы знаем также, что русский государь и сопровождавшие его придворные встретили утро 21 апреля в старинном Нью-Порте, в последнем фламандском городе на пути во Францию. И к трем часам пополудни прибыли в город-церкви на Дюнах, Дюнкерк, главный военный порт северных кампаний Людовика XIV. Французы показали царю уже упомянутый Мордикский канал, руины Старого порта, а также новый порт, шлюзы и иные морские постройки. Один эпизод этого осмотра чуть не стоил Петру жизни. Вот как описывает его, продолжавший следить за посольством русского царя Маркиз де Триен. Любопытство, желание все разведать – величайшая страсть Петра, и потому он хотел в Дюнкерке увидеть Рейсбан. Он воспользовался отливом, чтобы отправиться туда в коляске. Но так как с морем нельзя было быть ни в чем уверенным, вдруг поднялся резкий ветер, который поднял волну, так что дорогу затопило, и царь вынужден был скачать на впряженную в коляску лошадь, дабы скорее избежать грозившей ему опасности. Форт Рейсбанк вместе с еще пятью крепостями делали Дюнкерк неприступным с моря. Это было последнее творение Вабана, гениального военного инженера и архитектора Людовика XIV. Петр не зря рисковал жизнью на Северном море. Рейсбанки, или морские форты, были ключевым элементом его оборонной концепции Петербурга. Первый русский Рейсбанк, форт Краншлот, был заложен Петром на острове Котлин в 1703 году одновременно с Петербургом. А его 3D-модель по чертежам Доминика Дрезини царь создал и привез на стройку собственноручно. Ко времени Второго посольства Петра в Европу, о котором мы рассказываем, форт противостоял атакам шведского флота уже более 10 лет. И в 1716 году по царскому указу английский инженер на русской службе Эдвард Лейн начал строительство новой крепости. Из своего путешествия Петр внимательно следил и активно руководил процессом. Когда в апреле 1717 года он осматривал Астенда и Юнкерк, в Краншлоте уже устанавливали новые пушки. Форт был полностью введен в строй в мае, приближая долгожданный мир к Северной войне. В Краншлоте другие форты строились по оригинальной русской технологии, когда камни и валуны для искусственных островов подвозили зимой по прочному льду и опускали в полыньи в оплетки из сосновых срубов. В ледяной воде и в отсутствии воздуха балтийская смолистая сосна приобретала прочность камня, надежно удерживая фундаменты фортов на морском дне. Вскоре строительство расширилось и на соседний крупный остров. Где был создан знаменитый Кронштадт, город-крепость, столица Северного флота России. Он защищал Петербург во все войны, и в Северную, и в Крымскую, когда здесь впервые в истории были установлены морские минные поля, и в Гражданскую, и во Вторую мировую, когда помимо линии фронта здесь проходила по льду малая дорога жизни для снабжения блокадного Ленинграда. За всю историю Кронштадтской крепости ни одному кораблю противника не удалось пройти мимо нее к Санкт-Петербургу. Всего с 1704 по 1914 год для защиты Петербурга с моря было построено 22 морских форта, расположившихся созвездием вокруг Кронштадта. Многие форты носят имена строивших их русских государей. Петр Первый, Павел Первый, к сожалению, он был разрушен в Гражданскую войну, Александр Первый, который напоминает фор Бояр, но старше его и в три раза больше размерами. Известен этот форт и тем, что в конце 19 века здесь успешно работала лаборатория по разработке противочумной вакцины. За 200 лет своей службы форты Петербурга ни разу не дали прорвать оборону города с моря. Наверное, именно об этом и мечтал Петр Первый, осматривая в апреле 1717 года каналы, шлюзы, крепости и форты на своем пути из Фландрии во Францию. Субтитры создавал DimaTorzok